итак друзья всем привет меня зовут наталья носова и мы с вами снова на детском канале дарвинского музея и сегодня я хочу посвятить свое видео с трикозом трикозы это существа которых трудно не заметить наверняка все вы на них обращали внимание потому что выглядят они очень своеобразные пожалуй стрикозу трудно перепутать с каким-то другим насекомым да потому что ее внешний вид такой очень своеобразный у нее длинное вытянутое тело у нее очень большие крупные длинные крылья у нее очень крупная голова с огромными глазами то есть это сразу создает некий облик и мы сразу это животное узнаем но тем не менее все-таки у стрикоз существует много особенностей о которых вместе не хочется поговорить и я вспомнила такую басню которая всем вам наверное с детства известно стрикоза и муравей крылова помните попрыгунья стрекоза лето красное пропело оглянуться не спело но если кто-нибудь из вас хоть когда-нибудь слышал как поют стрикоза то вам страшно повезло потому что вообще стрикозы существа молчаливые они не издают особенно никаких звуков и даже крыльевых полете тоже не сказать что очень громко звучат и произошло следующее в оригинале а сюжет этой басни существует очень давно еще с античных времен в басне из опа фигурировала не стрикоза вовсе а фигурировала цикада как вы знаете цикада действительно способна издавать очень громкие звуки цикада была также и в басне ла фонтена а вот почему вдруг иван андреевич крылов заменил цикаду на стрикозу но видимо цикада не показалось ему достаточно легкомысленной вот но и таким образом вот появилось такое первое впечатление о стрикозе которые во-первых поет во вторых танцует и вообще ведет очень беззаботный образ жизни но на самом деле конечно все обстоит несколько иначе надо сказать что стрикозы это один из древнейших отрядов насекомых он появляется очень давно он появляется каменно угольном периоде это происходит порядка 350 миллионов лет тому назад и вот эти вот первые стрикоза подобные существа уже были по всей видимости очень хорошими пилотами они великолепно летали и обладали многими теми качествами которые свойственно современным стрикозам мы также знаем что среди древних стрикоз были некоторые виды обладающие очень крупными размерами порядка 300 миллионов лет назад на земле жили такие стрикозы которые называются меганевры и они считаются самыми крупными из всех насекомых которые существовали на земле или по крайней мере одни из самых крупных их размах крыльев составлял порядка 70 сантиметров как такое было возможно и почему сегодняшние стрикозы не достигают таких гигантских размеров все дело в том что состав атмосферы 300 миллионов лет назад был совсем другой ну вот представьте себе каменно угольный период то огромные пространства заняты влажными лесами в которых растут огромные древовидные папоротники плаваны и так далее они вырабатывают огромное количество кислорода и атмосфера земли содержала кислорода гораздо больше чем содержит современная атмосфера если сейчас кислорода меньше 21 процента в атмосфере то в те времена количество кислорода было около 35 процентов и это оказывается очень важно для насекомых поскольку у насекомых очень своеобразно устроена дыхательная система они дышат через систему трахей трубочек и кислород распределяется по тканям животного с помощью диффузии то есть у них совсем иначе все устроено чем у нас и соответственно диффузия это не очень эффективный способ распределения по организму кислорода и только наличие очень высокого процента кислорода в воздухе давал возможность появиться животным такого большого размера потому что чем животное крупнее тем труднее обеспечить ткани этого животного кислорода но нынешние стрекоза конечно не достигают таких размеров и самая большая стрекоза которая ныне существует на земле живет она в южной америке называется мегалопрепус и ее размах крыльев составляет всего-навсего 19 сантиметров ну не сравнится конечно с меганеврой хотя тоже размеры в общем достаточно впечатляющие согласитесь ну а из наших стрекоз есть например такая стрекоза которая называется дозорщик император она тоже имеет достаточно большой размах крыльев она встречается в наших широтах вот и это стрекоза еще интересна тем что у нее очень обширный ареал то есть стрекозы их довольно большое количество видов порядка шести с половиной тысяч и есть виды которые живут очень локально то есть встречаются на каких-то небольших территориях а есть виды которые занимают огромные совершенно пространство и вот как раз дозорщик император это стрекоза которая живет на совершенно огромной территории начиная с северной европы и заканчивая южной африкой вот то есть такие пространства достаточно большие но это не рекорд есть трекоза которая занимает гораздо большее пространство ну и названию не соответствующе называется трекоза бродяжка рыжая ее можно встретить на всех материках за исключением антарктиды и именно это насекомое было встречено на предельных наверное высотах было встречено в гималаях на высоте 6 200 метров то есть действительно бродяжка имя вполне ей подходящие но есть виды стрекоз которые специализируются на какой-то определенной добычи вот например та самая стрекоза который я вам говорила обитающие в южной америке и достигающие самых больших размеров среди современных стрекоз она питается исключительно пауками круга прядами хватая их прям на их ловчих сетях вот такая вот интересная специализация в питании ну давайте посмотрим на стрекозу более внимательно ну и начнем наверное мы с вами с головы голова действительно у насекомого крупная и большая часть этой головы занимают огромные глаза глаза стрекозы содержит порядка 30 тысяч амотиде в маленьких глазков причем интересно что амотиде эти разные верхней части глаза расположены амотиде которые реагируют на контуры то есть они не различают цвета реагирует исключительно на контуры предметов и это важно для того чтобы стрекозе было легче заметить добычу на фоне светлого неба нижняя же часть глаза она как раз различает хорошо цвета и это важно чтобы можно было заметить добычу на фоне земли или на фоне растительности воды и так далее то есть глаз устроен действительно очень необычно и форма глаза она охватывает практически вот голову сверху донизу и дает стрекозе просто великолепный обзор кроме того голова еще и подвижна и способна поворачиваться на 180 градусов что тоже в общем необычно достаточно для насекомых кроме глаз на голове находится безусловно челюсти у стрекозы грызущий ротовой аппарат что хищнику тоже совершенно необходимо вот и стрекоза действительно серьезный хищник может справиться с довольно крупной добычей далее у стрекозы замечательно совершенно крылья в одном из наших видео мы рассказывали про то как устроены крылья бабочек и говорили о том что эти крылья не имеют собственных мышц и крылья бабочки двигаются исключительно за счет мышц которые находятся в грудном отделе ее тела у стрекозы же все устроено совсем иначе ее четыре длинных мощных крыла каждая снабжена особыми мышцами которые приводят эти крылья в движение поэтому стрекоза может двигать крыльями несинхронно то есть она каждое крыло может двигаться независимо от других крыльев что очень удобно особенно при каком-то сложном маневрирование давайте посмотрим более внимательно на крылья крылья могут быть прозрачные или они могут быть пигментированы они могут иметь достаточно яркую окраску и металлический блеск но главное что на всех крыльях всех стрекоз есть жилки по этим жилкам двигается лимфа и эти жилки кроме того придают крылу прочность кроме того на крыле есть две таких структур и очень важных для хорошего полета это птеростигмы это на передней части крыла с краю находится такое утолщение часто она пигментирована его очень хорошо видно на крыле и птеростигма совершенно необходима она утяжеляет кончик крыла и соответственно придает определенные очень важные для полета качества птеростигма по всей видимости увеличивает амплитуду движения крыла за счет утяжеления его конца и кроме того придает крылу прочность помимо птеростигме на переднем крае крыла есть еще жилка которая называется узелок это толстая поперечная жилка которая находится на переднем крае ближе к центру это жилка она служит своеобразным шарниром благодаря чему вот в этом месте крыло стрекозы может немножечко изгибаться что тоже важно при таком сложном маневренном полете обратите внимание что крылья стрекоз могут быть разные и именно по этому признаку их делят на два подотряда есть стрекозы которые называются равнокрылые у них передние и задние пары крыльев очень похожи по своей форме а есть так называемые разнокрылые стрекозы у которых переднее крыло и заднее крыло имеет некоторые отличия по своей форме и заднее крыло она в основании довольно заметно расширена у этих подотрядов есть и другие особенности о которых конечно стоит упомянуть у равнокрылых стрекоз полет порхающий и по своему стиле он напоминает полет бабочки потому что эти стрекозы летают достаточно медленно они не способны к стремительному полету и вообще они выглядят так очень грациозно они такие тоненькие все изящные а вот разнокрылые стрекозы это реальные такие вертолеты в мире насекомых они как правило гораздо более массивные более крупные и они обладают очень быстрым стремительным полетом и скорость их полет может достигать рекордных значений например в австралии обитает стрекоза называется она австралия биокасталис это эндемик австралии это стрекоза способна летать со скоростью 97 километров в час ну и как правило пищи два подотряда стрекоз тоже добывает разными способами если разнокрылые стрекозы которые великолепно летают они как правило хватает свою добычу прямо в полете то равнокрылые стрекозы часто собирают свою добычу например с каких-то поверхностей например с листьев растений вот что им проще потому что летать так быстро и стремительно увы они не могут взрослая стрекоза хорошо нам знакома но может быть не все так хорошо знакомы с ее личинкой ой стрекоз больше час жизни все-таки проходит под водой потому что летают взрослые насекомые а вот яйца и личинки как правило находятся в водной среде размножение стрекоз происходит очень интересно вообще стрекозы в этом смысле тоже необычные создания совершенно потому что о стрекоз совершенно необыкновенно устроены органы размножения у самцов если у самки органы размножения половое отверстие находится на конце брюшка в районе восьмого сегмента то у самца половое отверстие также находится на конце брюшка но она не используется в процессе размножения у него есть так называемые вторичные половые органы которые находятся на втором сегменте брюшка то есть прям самом начале брюшка и перед тем как самец приступит к спариванию он сначала перекачивает из своего полового отверстия во вторичные половые органы перекачивает сперму там есть специальное приспособление такой вот мешочек в котором эта сперма находится и как только он это сделал он отправляется на поиски самки часто спариванию стрекоз может происходить прямо непосредственно в воздухе и здесь это просто какой-то акробатический этюд самый настоящий потому что сначала самец находят самку и у него есть специальные на конце брюшка такие крючки которыми он цепляет самку либо за голову либо за переднюю грудь и держит очень прочно дальше самка должна каким-то образом исхитриться и загнуть свое брюшко так чтобы достать кончиком брюшка до второго сегмента брюшка самца получается так называемое брачное кольцо которое по форме своей напоминает сердечко выглядит в общем довольно интересно причем любопытно что сцепившись с самкой самец даже может длительное время с ней не расцепляться и иногда самцы не отпускают самку до того момента пока она не отложит все яйца но это бывает не у всех видов некоторые виды самцов сразу отпускают самку и самка отправляется откладывать яйца ну а в некоторых случаях самец контролирует весь процесс он продолжает самку держать за голову или шею и вот в таком тандеме самец и самка отправляются на откладку яиц самка откладывает яйца либо под воду опуская под воду прямо кончик брюшка либо откладывает на поверхность каких-то около водных растений а есть виды стрекоз у которых самка прорезает щель в коре и вы которая растет где-нибудь рядом с водоемом и вот в эту в эту прорезь откладывать свои яйца соответственно когда разовьются личинки они упадут воду и дальше жизнь личинок будет происходить воде в некоторых случаях для того чтобы отложить яйца самки стрекоз опускаются на довольно большую глубину они могут опускаться на глубину до одного метра то есть вот такой вот процесс у них очень непростой связан с размножением далее из яиц выглубляются личинки это может происходить с разной скоростью и зависит от многих условий но ответа насекомых кроме того это зависит от того в каком климате обитают стрекозы то есть чем климат прохладнее тем медленнее идет развитие яиц и может занимать несколько месяцев а вот вылупившиеся стрекозиные личинки это просто какие-то совершенно удивительные существа это можно сказать прототипы для фильмов ужаса личинка хищная и в общем то она хватает под водой практически все что может передвигается она не очень быстро конечно она не сравнится по скорости перемещения со взрослым насеком которые летают по воздуху но при этом у нее есть совершенно удивительное приспособление для охоты у нее есть так называемая маска это видоизмененная нижняя челюсть которая снабжена такими зубцами зазубренными по краю и в тот момент когда стрекоза находит какое-то животное какую-то свою добычу эта челюсть очень быстро выдвигается вперед хватает добычу и притягивает карту стрекозы ну и дальше уже происходит переживание добычи причем крупные стрекозы очень хорошо справляется не только с какими-то например там водными насекомыми но прекрасно справляются даже с позвоночными например они могут съесть малька рыбы или съесть головастик какой-нибудь лягушки у них это получается вполне неплохо даже действительно такое животное мощный хищник и так если во взрослом состоянии стрекоза живет недолго и срок ее жизни как правило составляет от нескольких дней до нескольких недель то в состоянии личинки под водой стрекоза может прожить порядка пяти лет запросто вот в это время она претерпевает несколько линик активно питается и в какой-то момент наступает время вылупления появления на свет уже летающего насекомого взрослого для того чтобы вылезти из своей личиночной шкурки стрекоза поднимается над поверхностью воды и какое-то время сидит и обсыхает какое-то время она проводит на воздухе это в общем достаточно опасный момент в ее жизни потому что она становится довольно легкой добычей для самых разных животных и когда наступает определенный момент ее шкурка личиночная разрывается и мне тут вспоминается еще сказка про царевну лягушку помните как она шкурку сбрасывала лягушачьего и появлялась такая прекрасная девушка ну вот примерно то же самое происходит со стрекозой она сбрасывает свою личиночную некрасивую шкурку и появляется оттуда вся великолепном блеске своего наряда действительно насекомое согласись очень красивая и насекомое которое всегда привлекало внимание людей и всегда в общем вызывало у нас восторг ну и еще раз вспомним стрекозой муравей ту самую басню помните лето красное пропела оглянуться не успела как зима катит в глаза но если уж говорить по правде то практически все виды стрекоз проводят зиму в личиночной стадии или в стадии яйца то есть именно в этой стадии они зимуют а взрослые насекомые зимуют только буквально у одного двух видов есть такие виды которые те в том числе живота на территории нашей страны они могут жить до 6 месяцев во взрослом состоянии в состоянии мага и соответственно могут переживать зиму ну и еще интересный факт может быть не очень известны стрекозы мигрируют иногда они мигрируют очень большими стаями известен например случай который произошел не так давно в 1991 году в аргентине мигрировала стая стрекоз численностью по подсчетам ученых порядка 4 6 миллиардов особей представьте и общая масса этой стаи была около 4000 тонн зачем мигрируют стрекоза это происходит по разным причинам и у них есть миграции как регулярные так и нерегулярные регулярные миграции понятно они связаны с жизненным циклом то есть есть стрекозы которые например размножаются в одном месте а кормится в другом месте соответственно они в течение года в течение своего жизненного цикла совершают миграцию сначала из мест где они размножаются в места где они кормятся потом в обратную сторону чтобы размножиться но есть и случай нерегулярных миграций это происходит по всей видимости потому что в какие-то годы вдруг происходит резкий всплеск численности того или иного вида стрекоз и чтобы снизить каким-то образом численность в пределах ареала чтобы снизить конкуренцию стрекозы мигрируют появляясь на каких-то других территориях им совершенно необходим вот это массовое переселение из места обитания для того чтобы как-то рассредоточиться по более большой территории стрекоза настолько удивительные красивые хотя и внешности безусловно обманчиво потому что как мы с вами выяснили это такие достаточно серьезные хищники но тем не менее они всегда привлекали внимание людей поэтому в честь этих животных созданы даже особые парки в 1988 году в японии на острове сикоку создан парк который называется королевство стрекоз где можно увидеть этих замечательных созданий стрекозы безусловно страшные хищники но страшно они для других насекомых а вовсе не для нас с вами а нам они даже приносят пользу поскольку избавляют нас от комаров они охотятся в том числе и на этих кровососущих насекомых которые нередко доставляют нам много неприятных моментов то что видите литература это прекрасно но иногда литература конечно приведем какие-то неправильные представления о том как устроена окружающая среда о том как устроена природа и определенные виды живых организмов которые нам встречаются но это касается к сожалению и стрекоз тоже ну что ж друзья пожалуй все пишите свои комментарии что вас удивило что вам понравилось о каких животных вы еще хотели бы услышать и конечно обязательно приходить к нам музей мы всегда очень рады вас видеть и у нас много всего интересного в том числе стрекоза всем пока